Дорогие друзья, наша сегодняшняя встреча посвящена презентации новой и, собственно, первой книге, которая вышла у сестер. Об этой книге в первую очередь будем говорить. Но для начала, Ольга, Елена, расскажите, пожалуйста, как вообще у вас появилась идея создания этого проекта? Нашего много? Да, спасибо за вопрос. Все очень просто, мы живем в соседних квартирах и много времени проводим вместе. В основном готовить нам тоже приходилось, поэтому мы решили сделать это маленькое хобби. В общем-то, большим хобби у нас это как-то пошло, поехало, люди начали подписываться и вот. Это, наверное, готовка, в принципе. Если можно просто микрофон поближе держите, так будет. Так получится? Да, да, да. Хорошо. В принципе, готовка и кулинария сама по себе, это, наверное, единственное, что у нас у обеих получается, и довольно неплохо получается, потому что мы как персонали, как личности совершенно разные, по секрету вам скажем, потому что если Ольга более такой рукодельный человек, она может все это мастерить, что-то там уживать, шить, то у меня это не получается совершенно. Лена нас встречает за коммуникацией, общение, и все тексты, в общем-то. Поэтому это единственное, в чем мы сошлись, а так что-то хотелось сделать вместе, что-то совместное, потому что, ну, сестра, наверное, это человек, которому доверяешь больше всего, по крайней мере, у нас так счастливо получилось, что захотелось нам прям поработать вместе, попробовать, и вполне себе мы на готовке сошлись, нас устроил этот вариант. А страсть кулинарии у вас у обеих появилась примерно в одно время, или кто-то один увлекся, а потом заразил уже с другом? Ну, поесть мы, в общем, любим. Ну, понятно, а готовить именно начинали? Да. Это совместно или по отдельности? Нет, наверное, по отдельности. Наверное, по отдельности. Как-то у Ольга, мама вот прекрасных двух девчонок сидит, ей приходится готовить, готовить разное. Муж голодный с работы всегда приходит. А я просто любила всегда вкусное котик и поготовить. Поэтому такая вот любовь к готовке, и потом ты получаешь, когда готовишь, я думаю, многие, раз вы пришли к нам на встречу, многие из вас очень любят готовить их. Какая-то доля творчества в этом всегда присутствует, и какое-то вдохновение получает. Наверняка умное. Если это не затягивать, если лицепты ленивые, то доля вдохновения точно есть. Скажите, пожалуйста, а вот именно кулинарный блог, как давно вы начали? Насколько я знаю, сейчас уже больше 200 тысяч подписчиков. Вот насколько долго был этот путь? Чуть-чуть меньше. Мы росли еще на 200. В течение двух лет мы режем блог. Мы начинали вести вообще не в Инстаграме. У нас все-таки большинство из вас, наверное, знает с Инстаграма наш блог, но если как-нибудь чуть-чуть поглубже, это было где-то, наверное, два с половиной года назад, летом, летом два с половиной года назад, мы начинали ВКонтакте нашу группу небольшую. Может быть, кто-то из вас с тех времен с нами. Ну, кроме Оли, ну, мы же... И мы делали фоторецепты там. Сейчас недавно совершенно поднимали архив, смотрели, ну, чуть-чуть даже неловко, какие-то какие-то кривые фотографии, все наконечки взятые, но было вкусно тоже. Так что наш блог начался не с Инстаграма даже, а вот с фотографией у нас была... Она, кстати, группа есть в ВКонтакте наша, приходите, мы также там называемся «Ленивый Куэллай». И на Ютубе мы ездили с ним. Но Инстаграма требовала от нас немножечко другого формата, видеорецептов и новелла. Да, это оказалось так интересно. Вообще, сам видеоформат испробовать, попробовать, потому что, ну, не сразу стали получаться такие рецепты, которые вы видите многие сейчас. Сначала это было что-то такое немножечко сумбурное, немножечко непонятное, но потом как-то нашли свой стиль, нашли рецепты, которые нам нравятся, вот это вот именно быструю и ленивую кухню, и как-то оно пошло нормально. Нам нравится. Вам, мы знаем, тоже на мной пишите, что нравится. Это очень-очень приятно. Спасибо большое. Расскажите теперь, пожалуйста, немного, как все-таки появилась идея непосредственно книжного проекта, как зародилась книга. Когда вы поняли, что все, надо писать. Пора-пора. Идея книги не зародилась. Для нас это было неожиданное предложение, очень приятное, очень лестное, на которое мы, в общем-то, сразу согласились, потому что очень-очень интересный формат. Мы хотели, как-то... Мы хотели, мечтали, но не думали, что это так скоро получится. И в один прекрасный день Катя, вот наш прекрасный редактор, самый лучший редактор в этом месте. Спасибо. Самые любимые авторы. Спасибо вам. И Катя нам написала в один прекрасный день, сказала, а не хотите ли вы, девчулечки, книжку написать? Ну, конечно же, мы хотели. Сразу, в омут с головой. Катю замучили, наверное, в первый месяц нашей работы. Ну, нет, Маша с головой говорит, нет, не думайте. Так что идея, она, наверное, на подсознании, на подкорке у нас всегда была, но мы не думали, что она так быстро осуществится. И, в общем-то, работали мы над ней с большим удовольствием. Было сложно, но было очень-очень интересно, поэтому мы на таком ураже в эту работу уехали. И, в общем-то, за полтора месяца мы все отсняли, все тексты написали с большим удовольствием, с большим вдохновением. Она родилась легко. Это правда, это легкая книга, так что готовить по нему тоже будет легко. Все блюда будут выходить, как на картинке. Вкусно будет вообще. А расскажите, пожалуйста, как отбирали блюда для этого? Ну, вот что нам больше всего нравится, то в книгу и попало. Мы, во-первых, сели, мы... Каких-то четких критериев не было? Ну, у нас один... У нас, в принципе, есть четкие критерии у блога, да, это чтобы лениво было все, быстро... Ну, вот насколько лениво? Вот какое, например, время затраченное на готовку считается ленивым, а какое уже не ленивым? Или так по расходу продуктов, например? Мы стараемся, очень стараемся уложиться в полчаса. Если время приготовления занимает чуть дольше, то это занимает его стояние в духовке. А непосредственно само время приготовления, когда участвуете вы, оно совершенно... Парадарезанное... Совершенно небольшое, совершенно комфортное. Да, потому что если... Ну, как по нам, наверное, не все с нами согласятся, но если ты тратишь там больше времени на стояние за блютой, на нарезание всего... То есть вот этот вот момент самого вдохновения и творчества какого-то, он в какой-то момент превращается... В рутину. Надоело уже, ну, когда бы скорее бы уже закончить. Поэтому мы стараемся уложиться так минут в 20, в 30 активно вот... Чтобы это было все-таки творческим моментом, а не... Да, да. Спасибо большое. Дорогие друзья, напоминаю, что, как обычно, в рамках встречи у вас есть прекрасная возможность задавать ваши вопросы нашим уважаемым авторам. Так что просто не стесняйтесь, когда какие-то вопросы появляются, поднимайте руки, ко всем постараюсь подойти с микрофона. Сегодня уникальная возможность спросить то, что интересует вас больше всего прям вживую. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Если уже появились, пожалуйста. Спасибо вам огромное, очень было приятно с вами работать. Это, правда, очень легкая книжка. Законы книжного бизнеса. Вот какой настрой, какой позитив. Ты вложишь в книгу, такая у нее и будет жизнь. Это моя самая любимая и самая легкая книжка. Вот спасибо вам огромное. Но у меня все-таки вопрос. Кому пришла идея назвать ленивый кулинар? Это же ваш уже бренд. Да, это Олина идея была, я даже не претендую. Ну, да, я правду сказала. Мы как-то так думали, что, наверное, надо сказать, что... Ну, нас довольно часто спрашивают в блоге про само название, как родилось ленивый кулинар. Что, ну, наверное, надо, что мы вместе сидели там, придумывали что-то, выдумывали. Но нет, название родилось быстро и сразу. И в Олиной прекрасной голове оно легло. Было сразу одобрено. Да, моментом. Да, печать поставлено. Все одобрилось. Расскажите, пожалуйста, вот те рецепты, которые представлены в книге, они в большинстве своем уже были как-то отработаны в блоге, вы уже раньше с ними работали, или здесь есть какие-то абсолютно уникальные рецепты, которых ранее нигде не было, ни на каких цифровых площадках? Очень много рецептов в блоге. Там даже есть в книжке QR-коды, по которым можно перейти непосредственно на страничку в Инстаграме и посмотреть видеорецепт. Но есть и новый рецепт. Да, очень интересный. Но все-таки формата немножко другой. До книги мы все снимали заново, все готовили заново, все прорабатывали, чтобы программу все совпало, потому что все-таки это и книга, это на... У нас пишут, что и детям покупают подарки на будущее. Все-таки это важно, чтобы рецептура совпадала от и до, поэтому все переснимали заново. Новые рецепты там есть. И мы хотели соблюсти понятный... Как это правильно сказать? Понятный формат, поэтому в книге пошаговые фото. Рецепт приготовления очень понятный. Нам очень важно было... Катя когда написала, что у нас будет книга, что мы хотели бы подумать, мы сначала не очень понимали, какой же это будет формат. И все-таки пришли к выводу, что все-таки пошаговые фотографии, они нам наиболее близки, нашим читателям наиболее близки. Это больше всего похоже на видеорецепту. То есть там точно так же в книге все понятно, четко видно, где что добавить, какая консистенция. Даже пытались сфотографировать консистенцию. Да. Если это говорили, где есть... Ой, где получилось очень... Там все поняже. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, если возможно, о ваших фаворитах из этой книги. Вот у каждой какое любимое блюдо или, возможно, несколько из тех, что представлены в книге? Я люблю целый раздел. Пироги. Очень. Очень. Я согласна. Пироги прям на ура. Мне очень понравился раздел завтраков. Это наш... Я скажу, это наше любимое время приема пищи, потому что мы любим с утра с Ольгой встретиться вдвоем, кофе попить, завтрак вкуснее приготовить, поболтать о том и все. Поэтому завтраки у нас всегда такие... Долгие. Долгие. Комфортные. Расторопные. Ой, не расторопные, наоборот. Ошибаться. А вообще все блюда вкусные, так что вы их попробуйте обязательно. Приблывайте. Обязательно. А если возможно, расскажите, пожалуйста, были ли какие-то противоречия, возможно, между вами в рамках совместной работы? Потому что, понятно, сестры, замечательные отношения, но тем не менее творческий процесс, так бывает, когда работают с авторствами, возникают и споры, и какие-то противоречия, были ли они у вас, и как вы их разрешали? Да, конечно. Мы спорим постоянно. И в процессе создания книги, и в процессе ведения блога мы постоянно, постоянно спорим. Но чем хороша работа с сестрой? Мы друг на друга... Семь хороша. Да. Мы не обижаемся друг на друга, и, в общем-то, многое пропускаем мимо ушей, поэтому нам комфортно работать. Мы всегда приходим к компромиссу и находим общий язык. Это правда, потому что мы можем надуться, по пути там, что-то разобидеться, через пять минут... Но в этих спорах рождается... Да, за очередной. То есть залог плодотворной работы это отходчивость. Да. И сердцевская музыка. Волнишь себе. Спасибо большое. У нас тут идет прямой эфир. Здравствуйте, дорогие девчатки. Да, и здесь помимо слов благодарности за книгу, помимо комплиментов, еще девушки задают вопрос. Первый вопрос. Кто вы по образованию? Так, по образованию я специалист международных отношений, я матрица международных отношений. Междупро. Да, на секундочку. Ну вот, дипломат. У меня актерское образование. Я, видите, закончила в свое время. Закончила. Да, я тоже как себе дипломат. Еще один вопрос. Девочки, привет. Скажите, блог развивается, книга выдущена, вы на пике популярности. Планируете ли вы какой-нибудь следующий важный этап? Спасибо вам за рецепт. Да, конечно, планируем. Ну, мы, опять же, мечтаем, но, как показывает практика, наши мечты сбываются. Конечно же, мы хотим и передачу, и еще одну книгу. Надеемся, у нас все получится. И разрываться, конечно. Очень надеемся на вашу поддержку в этом плане. Так, как раз был вопрос, есть ли планы на вторую книгу, но Ольга уже ответила. И еще вопрос. Не планируете ли вы выпустить книгу с вашими меню? Все-таки это разные форматы, это разные проекты, мы стараемся их разделять, потому что все-таки меню... Меню. Ну, это более сезонный, наверное, формат меню. Это наш проект. Кто не знает, вкусное меню, на нашем сайте «Ленивый кулинар» можно посмотреть всю подробную информацию. Мы с Ольгой сами придумали, придумали, сами разрабатываем, сами снимаем. Суть в том, что, если кто не знает, мне вкратце расскажу, что вы получаете на электронную почту, как бы электронную книгу, можно так сказать, это PDF-файл, такой симпатичный, и там на неделю у вас прописаны все рецепты, то есть это разные завтраки, обеды, ужины. Вначале идет полностью список продуктов, необходимых для готовки в эту неделю, а потом рецепты с фотографиями, там все симпатично у нас сделано, у нас скоро будет одно обновление, похожее сообщим чуть-чуть. Вот. Меню эти рассчитаны на неделю, и мы стараемся по бюджету укладываться, в 2 500 рублей в сезон у нас все меню расписаны, если на сайте обратите внимание, все расписано по сезону, вот, и у нас меню выходит раз в месяц, приблизительно, раз в 3 недели, раз в 4 недели. А где-то все-таки немножечко другой формат, это сборник, да, мы туда собрали все лучшее сразу, и его можно использовать не неделю, а круглогодично, да, да, да. Немножечко это разные форматы все-таки. Да. Да. Все верно. но меню классное, кстати, ребята, если что, присоединяйтесь. Привет. Да, вы меня поняли. Кто у вас пишет тексты к постам? Я пишу тексты к постам, мне это очень, потому что сильно нравится. И у нее легко, из нее льется все это. Я иногда пишу, когда у Лены кризис жанра случается, но, да, мне тяжеловато, не так легко рождается у меня текст. А у Лены махом прям. Еще один вопрос. Как вы такие стройные и с таким количеством вкусняшек у вас каждый день? Да, многие хотят. Спасибо. Спасибо большое. Будьте секретными. Спасибо большое. Нам помогает. Муж Орид. Нет. Ну это шутка. На самом деле главное знать, да не шутка это, вон он. На самом деле главное, ну меру знать. Ну и у нас блюд там, в принципе, нет таких супер каких-то жирных, супер жарных, там много сдобы тоже нету. Ну, мы выкладываем всего один из всех в день в ленту. Мы едим гораздо больше, чем у нас. Поэтому, если не так много, как кажется. Да. Ну, один пирог в неделю, я не думаю, что там что-то может быть. Ну, может быть. Ну, лучше ограничить садьми. Ну, двумя. Так, еще вопрос. Откуда вы черпаете вдохновение? Мы, на самом деле, у нас такие подписчики, какие-то невероятные, за что вам огромное спасибо, и всем, кто нас в эфире смотрит и будет смотреть. Потому что, у нас такой отклик от людей. Колоссальный. Да. Нам каждый день пишут сотни человек. Вот сотни. И каждый делится своим каким-то рецептом, своим навыком каким-то жизненным, историями жизненными. И мы очень-очень много используем этой информации. Спасибо вам за это. Поэтому половина рецептов в нашем блоге это вы сами нам и надиктовали. Вот. За это вам невероятное спасибо. И это действительно большая мотивация иметь такую публику, как вы. это дорогого стоит, обзавестись такой большой, дружной семьей, которая и придет, и поддержит всегда. Это крылья просто вырастают за спиной, хочется творить, удивлять, радовать вас, чтобы вам всем было вкусно, быстро, просто, лениво и бюджетно. Невероятная мотивация. Мы каждый раз хотим каждого из вас обнять. Да. Могли бы, обняли бы, с тем. Девочки, планируете ли вы презентации книги в других городах? Мы вообще все планируем, но мы пока не знаем, как нам скажет издательство, все-таки этим занимаемся, занимаемся не мы сами непосредственно. Как одевают, да, планируем. Так что, как только у нас будет какая-то ясная информация, мы обязательно сразу поделимся. Да, все расскажем, всех пригласим, будем всех рады видеть. Вот. И еще один вопрос, он уже прозвучал здесь несколько раз и очень интересует ваших девчат. Какая у вас официальная работа? Есть ли она или вы только занимаетесь своим блогом? Мы занимаемся своим блогом, ведением своего проекта. Скоро вас еще парами проектов порадуем. Я завершила недавно свою официальную карьеру. А Ольга считает, что начала официальную карьеру с ведением блога. Вот. Поэтому сейчас на данный момент мы занимаемся полностью блогом, полностью развитие блога. Вот. А до этого у нас в Солопе был большой послуженный список. Но, как оказалось, современный мир диктует современные реалии. и сейчас можно получать огромное удовольствие от своей вот этой вот работы как-то, от своего хобби. Мы получаем от блога отдачу и моральную, и материальную, за что вам огромное спасибо. потому что работа может быть очень-очень любимой. И современный мир действительно это позволяет, как оказалось. Потому что, если там пять лет назад подумать, что я буду вести блог в Инстаграме, я бы подумала, ну, что маловероятно, конечно. Вернемся к этому разговору попозже. А сейчас, вот, видите, сидим, разговаривая, книга вышла. Мир течет, мир меняется. Сейчас так. Спасибо большое, дорогие друзья. Если у кого-то есть что-то не было с вопроса, пожалуйста, поднимайте руки. Как всем постараюсь подойти. Ну, такой важный вопрос. А есть ли какие-то блюда, которые вы не умеете готовить, ну, или просто не любите, или по принципиальным соображениям никогда не будете готовить? Мы любим готовить все, мы пробуем готовить все, мы любим есть все. Это особенно. Но есть, наверное, есть определенные кухни, которые не получаются. А каким национальным кухням вы тяготеетесь в таком случае? Мерзинская, конечно, она такая вкусная. Мы не можем подступиться, мы не можем решиться приготовить настоящие качества. Мы готовим, но она получается, что-то там какого-то секретного ингредиента не хватает. Поэтому, наверное, не любим готовить мы именно ее. Хотя и едим всегда с удовольствием. Надо какой-то мастер-класс посетить, просто чтобы у нас эта проблема наша решилась. Ну, вообще, конечно, вопрос национальных кухонь, он такой достаточно острый, нам много вопросов задают в директе, в комментариях по этому поводу. Приготовьте плов узберский, хачапури, или какую-нибудь итальянскую настоящую лазанью. у нас, если заметите, в блоге мы всегда как-то обходим эту тему и даже если мы готовим что-то национальное, в стиль, в китайском стиле, в мексиканском стиле, потому что так вот сказать, что мы можем готовить национальную кухню того или иного народа, мы не можем. Это все-таки нужен опыт, нужно определенное умение. у нас много своих вариаций. Будем стремиться к этому. Работать над этим. Если у кого-то есть мастер-класс. Блюда по мотивам получается. Да, всегда получается по мотивам и в более упрощенном варианте все-таки ленивые кулинарные. Мы стараемся, попробовали что-то вкусное, мы стараемся на свой манер это упростить, скажем так, оленивить немножечко. Оленивить. При этом, чтобы не потерял своих вкусовых качеств. Спасибо большое. Говорим о ленивых кулинарах, но ведь сейчас на самом деле технологии постоянно не стоят на месте, развиваются и ленивее становятся в принципе все сферы жизни, в том числе многие люди в принципе отходят от готовки, так как появляются различные сервисы, которые предлагают возможность заказать не просто рецепты, а уже полные комплекты еды, приготовленные еды, которые только разогреть допустим на неделю, плюс это правильное питание для всей семьи называется, самые различные варианты есть. Как Вы считаете, развитие подобных сервисов доставки еды, доставки приготовленной еды, полуфабрикантной какой-то еды, повлияет ли это в принципе на интерес людей к кулинарии в целом в ближайшие годы? На интерес нет. Не станут ли меньше готовить, если упростить, вот из-за того, что сейчас становится достаточно доступной, еще более лениво, можно не готовить вообще, а вот торец и заказать. Мы сами любим иногда заказать пиццу, никакие суши, потому что любое мероприятие какое-нибудь надо есть что-то быстро-быстро-быстро или выездное, или детский праздник, пицца, это прекрасно. Милое дело. Но все же, все же домашнюю вот эту вот еду, она ни в какое сравнение никогда в жизни не пойдет, потому что если ты сам своими ручками что-то там в магазин сходил, купил, настругал, приготовил, домашняя еда она с душой, она объединяет семьи вечером за семейным ужином, она другая, вы же все наверняка маме какую-то еду помните, и она самая вкусная наверняка у каждого до сих пор, поэтому сервисы доставки тоже хорошо. Ну и с экономической точки зрения наверное какие бы доступные сервисы не были все равно рациональное планирование хозяйства и самостоятельное приготовление в любом случае ну если покупать магазин 24 часа продукты более системно да и мы вообще в принципе считаем, что заранее продумать свое меню и закупить продукты это вообще очень грамотное решение потому что экономится масса средств и масса времени экономится просто и бюджет и время и нервы поэтому продумывайте заранее и готовьте с большим удовольствием дома А как и где вы выбираете и покупаете продукты? Это какие-то гипермаркеты это модные сейчас магазины различных фермерских здоровых продуктов это рынки где бы вы бы рекомендовали мы часто говоря используем вполне стандартный список продуктов стараемся всегда поэтому в магазине у дома закупаемся не особо сейчас цены такие в принципе везде одинаковые что в супермаркете что в супермаркете что на рынке мы стараемся использовать какой-то средний ценовой сегмент если мы наберем не для своих блюд не для книги не для меню какие-то самые дорогие продукты или наоборот что-то из самые дешевые продукты мы всегда стараемся средний ценовой сегмент такие наиболее популярные продукты стандартные соответствующие сезонную которые можно найти абсолютно в любом магазине на рынке где угодно поэтому мы да входим в магазин за углом чтобы меньше двигаться а как как вы относитесь к сейчас очень популярному и не перестающему набирать обороты тренду на здоровое питание во-первых диетическое приготовление блюд ну и очень четкий отбор продуктов там только в каких-то этих правильных местах где вот эта курица настоящая фермерская вот тут за углом она уже не такая как к этому представить мы хорошо относимся ко всему что нравится человеку если человеку нравится курицу и гречку есть просто просто оно сейчас очень разное много можно найти разной информации абсолютно противоречащей иногда да сложно понять что именно здесь правильное питание поэтому мы думаем что правильное питание это мера во-первых во всем а во-вторых это служит свой организм ну не идет молоко значит для вас молочные продукты это неправильное питание ну хорошо вам от пирога если хочется если радостно то хорошо если хочется салата поешьте салата но если хочется кусок мяса в наших широтах голодно сейчас то это тоже хорошо значит вам сейчас это нужно слушайте себя и все будет хорошо но подготовить какой-то проект посвященный именно диетическим рецептам такого нам об этом тоже много пишут составьте меню для стола номер 1 стола номер 5 для диетического меню но но мы искренне считаем что вот когда дело касается именно диеты именно здоровья этим должны заниматься специалисты мы мы не специалисты мы за это не беремся никогда не возьмемся ну если вдруг не получим какое-то образование профильное вдруг но и вам друзья советую всем кто нас смотрит кто нас смотрит в эфире если вы соблюдаете диету какую-то особенно лучше обратитесь к профессионалам к докторам к диетологам и так далее но если никаких против здоровья нет слушайте свой организм и их и не будет спасибо я так понимаю у нас еще несколько вопросов с трансляцией будем рады да девочки здесь к вам вопрос бывает ли у вас неудачные блюда или каждое блюдо стопроцентно удачно давайте конечно у нас все удачное бывает конечно же бывает мы много-много готовим и то что неудачное мы вам не покрасим но мы стараемся переделать ему чтобы оно стало удачным в общем все что попадает в блог в книгу в меню оно все проверено и все удачное ну конечно да мы же нормальные обычные люди и бывает такое что и наверное многие знают что когда готовишь надо чтобы настроение было хорошее и тогда все вкусно получается ну мы обычные нормальные бывает так что придешь домой не идет что-то злой какой-то раздраженный и невкусно получается ну всякое бывает я думаю мы не одни такие все такие наверное да нет 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 короче бывает бывает как и у всех еще один вопрос как относятся к блогу ваш муж дети поддерживают ли вас родные но мы уже ответили очень хорошо дети муж как вы хорошо нравится вам им очень вкусно судя по всему радуются верить счастливы по крайней мере мы когда книгу писали вообще у нас праздник был у нас так совпал период мы писали книгу ну снимали все рецепты у нас значит по рецепту каждый день мы блог выдаем у нас значит рецепт в сторис обязательно должен выходить на тот момент еще делали меню пятая и меню да 4 направления и у нас в день мы должны были отнять минимум 4 рецепта чтобы в сроки уложиться потому что и книгу надо к определенному дню сдать и меню надо запускать и блог же не стоит на месте мы не можем вас оставлять да без рецептов это был очень-очень сытный месяц очень сытный хорошо хоть лето было чуть-чуть побегать вот ну семья довольна видите все сытые довольны спасибо еще вопрос у нас появился ой спасибо привет девчонки очень рада вас видеть у меня на самом деле уже два вопроса появилось один короткий один длинный с какого начать? с любого ну давайте тогда с короткого вы ходили на какие-нибудь кулинарные курсы или мастер-классы? или это вот ну на курсы мы не ходили какие-то специализированные а мастер-классы мы с удовольствием посещаем обучение мы не проходили по развлекательным мероприятиям там порой знаете можно такому научиться что ни один курс вы сравнится так что если у вас будет возможно сгостить какие-то мастер-классы сейчас это очень популярно то вы получите во-вторых массу удовольствия во-вторых еще и знания потому что там действительно очень-очень много дается сжатой очень удобной форме и веселая такая сфера это всегда легче запоминается ну и второй вопрос уже получается про работу расскажите пожалуйста про свой получается рабочий день вы одним днем с утра пишите текст вечером рецепты потом сразу выкладываете или это как-то блоками у семьи там 2-3 раза в неделю не пир а дай мы стараемся снимать каждый день у нас была проблема вот в декабре когда Питер накрыла мгла и было темно не успевают снимать из-за света да мы технически не очень оснащены пока что мы к этому стремимся поэтому мы снимаем исключительно днем а декабрь у нас был ну вы помните же это было тяжеловато поэтому там было совершенно нужно было урвать этот момент когда вышло солнышко и быстро-быстро что-нибудь снять да ну так мы стараемся чтобы у нас было наперед там 2-3 рецепта мы стараемся снимать заранее чтобы как-то спокойно быть знать что у нас есть рецепт у вас порадует ну в сторис мы снимаем каждый день получается очень часто день в день редко когда удается наперед что-то сделать поэтому день в день вот всегда едим что-то спасибо еще вопросы пожалуйста дорогие друзья вот это Андрей и Надя девчонки чуть-чуть не по теме вопрос мы давно с вами уже договаривались давно дружим хочу спросить когда мы с вами сделаем наконец-таки прямой эфир мы технически готовы у нас есть студия здесь кулинарная на Невском недалеко в общем мы ждем вашего ответа а мы а мы и не продаем в общем-то поэтому вот Надя смотри все запротоколировала согласуем время и все все сделаем мы всегда рады каким-то коллаборациям интересным тем более полезным для наших читателей это всегда что-то что-то интересное мы вообще любим пользу приносить потому что ну мы знаем что и рецепты пользу приносит и если мы какие-то вам товары рекомендуем то мы действительно их проверяем на себе тестируем и только потом уже с Андреем у нас суперинтересное партнерство мы о них вам обязательно расскажем спасибо еще вопросы пожалуйста я хотела спросить про разнообразие блюд и как вот вам удается добиться того что они не повторяются как это фиксируется как это ведете так скажем ну да у нас действительно порой бывает много очень блюд и наш второй проект задеть опять вкусное меню то там вообще получается на неделю 30 25-30 рецептов и мы не можем их повторить не из одного чтобы вам опять таки было интересно каждый день должно быть что-то новое это не так сложно на самом деле мы все помним мы все помним что мы съели мы всегда запомним существует различное очень много разнообразных соусов специй это все меняет вкус меняет консистенцию поэтому в общем-то делать разные блюда не так сложно не так сложно правда из одного куска мяса грубо говоря можно тысячи блюд сделать просто поменялась в какую-то степень прожарки или сковородку одну на другую соль и перец местами это колоссально изменится вкус порой иногда ну например перец мы заметили что вы любите очень сыр это правда ничего с собой поделать не можем у нас даже оправдания нет в этом смысле хорошо скажите пожалуйста а вот то что ленивые блюда основное технологическое время занимает не более 30 минут а учитывается ли необходимый инвентарь для приготовления то есть насколько кухня оснащена как раз это та возможность заменить одну сковородочку на другую которая возможна есть не в каждом доме где их большой в основном мы готовим кастрюлю сковороде и блюхов одна форма все просто и доступно абсолютно абсолютно у нас нет каких-то там вычурных вычурной утвари какой-то кухонной такое все стандартное обычное как в большинстве семей но мы любим конечно там по магазинам походить посмотреть что есть новенькая чашка красивая досочка интересно ну так все довольно прозаично две кастрюли думаем что у каждого есть та посуда то есть необходимый минимум спасибо расскажите просто есть ли какие-то повара или возможно кулинарные гуру которыми вы вдохновляетесь или ориентируетесь хороший вопрос мы честно говоря стараемся мы безусловно следили и знаем поваров которые на слуху да но если честно мы стараемся абстрагироваться дабы дабы не перенять не перенять не перенять манеру поведения манеру приготовления до профессионального уровня все-таки это не наш уровень немножечко разные кулинарии если сравнивать мы чуть-чуть в другой стороне поэтому мы с удовольствием смотрим за медийными личностями тот же джеймеры пользы интересно конечно мы смотрим придачи всех которые идут три минуты спасибо здравствуйте здравствуйте девочки скажите пожалуйста поступали ли вам какие-нибудь предложения от небезызвестных пекарен там не знаю или может быть были какие-нибудь заказники от дежурников типа с предлогом нас обставлял ленивый кулинар пока не было пока не было но идея грандиозная мы ждем мы ждем мы ждем будем рады нет пока таких предложений не поступало только наши мысли в голове о том что мы хотели чего-нибудь такое когда-нибудь сделать но предложений к сожалению пока не было это как с книгой мы сейчас представим себе да я депутат тим спасибо дорогие друзья еще если у кого-то остались вопросы самое время их задать не стесняйтесь мы вас всех знаем добрый вечер подписан на вас спасибо скажите пожалуйста многие выпускают книгу многих сейчас приглашают на телевидение было ли у вас приглашение пока не было мы ждем что мы поделились секретами приготовлениям например прямом эфире по какой-то передаче может быть доброе утро может быть есть такая передача у нас выделили тоже на местных каналах мы будем очень рады этому предложению как бы погромче сказать пока не поступало но мы но просто такое движение было тоже в Санкт-Петербурге чтобы мы не отставали от Москвы ну и но я желаю вам большое спасибо вам большое вам спасибо большое вообще очень приятно на самом деле вас встретить всех удивительно как можно узнать в аватарку человека мы очень очень волновались потому что онлайн это одно а когда глаза в глаза это совершенно другое спасибо вам огромное что вы пришли нам очень-очень приятно вас всех здесь видеть это классно непередаваемое ощущение очень-очень огромное спасибо вам что нашли время что пришли как сегодня желаю вам наисловно творческих губернарных успехов и тогда дорогие друзья теперь мы переходим к автограф-сессии у всех желающих есть прекрасная возможность по одному в рамках живой очереди очередь будет устроить через проход и хвост в сторону выхода из кофейни подняться на сцену и подписать книгу у девчонок с папой это не общая очередь да очень-очень спасибо 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 Получилось? Понравится? Мне тоже, действительно. Ой! Ну, книжка классная! Знаете, тут... Вот по ней, действительно, девчата пишут, по ней реально что-то готовят. Тишняя скромность. Действительно, порой так возьмешь рецепт, что-то читать. Мы так и решили подписать. Все-таки нас две, поэтому мы решили разбирать. Спасибо вам большое. Ладно, я собрала ее. Здравствуйте. Очень приятно, что вы учили, когда можно здесь. Вы давно встали? Да. Да, да. Спасибо большое. У меня есть много вопросов. Спасибо. Большой вопрос. Это еще... ... Длина. Спасибо большое. Можно зафото. Угу. Ладно, спасибо. Что-то, спасибо большое. Можно зафото сделать. Спасибо огромное. Удачи. Моя филля еще не пришла, я приду к рукам. Девочки, вы отлично сплавите. У вас тут чудесно, мы на вас варим. Спасибо. Те, которые приняли на барабанах. Спасибо. Обволновите. Вот. Еще и речки. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Пожалуйста. Мама, посмотрите. Я на фото. Давай. Он скажет, что я попал. Ну что, щеки расплываются. Девчонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодцы. 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 Конечно. Спасибо вам огромное. Молодцы. Да. У нас nicht Mission. Да. Спасибо. Я, не знаю, у меня такой коско, что он реальный сейчас, просто он не понимает, он привыкает настолько. Меня зовут Дана, я не прямо пишу, не знаю, я здесь, естественно, не очень. Вот, и просто я приехала сейчас в Питер, и так вообще сразу усилили. В Питере надо готовить, и вот, в общем, в вашем блоге, не в этом, то есть... Я очень часто, даже когда рецепты не знаю или что-нибудь еще, я открываю ваш блог, и смотрю, что вы готовили, или готовили похоже, или сколько вы это запекали, с чем вы это смешивали. Вообще, большое вам спасибо за ваш блог, и я очень надеюсь, что вы будете дальше смотреть. Спасибо большое. Спасибо большое. Пропустила, все, что вам интересно будет, у меня потом отдельно. В эфире посмотрим. Как у вас, как у вас. Девчонки, можно это подать? Да, конечно. Конечно, конечно. Она такой много, вы спазали. Так. Я не знаю, как сделать так. Я не знаю, как сделать так. Нормально. Здравствуйте. 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 Спасибо. Очень достопное. Я говорю, что вы будете дарить вам. Я ей просто оставлюсь. Можешь? Я тоже понимаю, что я уже как-то в пунктуре. Здорово. Здорово. Слушай, я не знаю, как я, а я считаю, что я правильный. Вот еще чуть-чуть и я посовседствую. По тебе, даже чуть-чуть. Спасибо за мотивацию. Самое желаю вам. Спасибо вам огромное. Я пожду. Пойдемте к нам. Спасибо. 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 Спасибо.